Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да Субтитры создавал DimaTorzok 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 Какие части тела описываются? Что Радхика чувствует, когда она смотрит на эти части тела Кришны? Что Радхика чувствует, когда она смотрит на эти части тела Кришны? От чего Кришна теряет сознание? Почему Кришна теряет? Вообще, возможно ли ответить на этот вопрос вот в такой аудитории широкой? Это первый вопрос, а второй вопрос связан уже с окончанием комментариев Там тоже есть удивительное Нужно задавать его? Это попозже, наверное, мы дочитаем Ну хорошо Мы еще не начали даже Он имеет вторую вопрос И он имеет вторую вопрос В конце концов Но мы не дошли до конца В конце концов Это первый вопрос Кришна 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 Это Купидон Он духовный Купидон Сейчас повернут камеру Кришна 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 А Кримидон Он духовный Дево Он духовный Дево Он согласен? Он согласен? А Радхика, она не отлична от него. Они едины, есть один. Кришна в состоянии наивысшего счастья, в состоянии наивысших чувств, он принимает форму Радхи. Но они, по сути, едины. Между ними нет разницы. Для того, чтобы осуществлять свои лилы, они появляются в двух телах. Но в одном теле они появляются, как Чайтани Махапрабху. И когда Кришна, он полностью погружается в этот экстаз любви, наивысшее состояние любви, он превращается Радхой. То есть, Радха — это и есть сама любовь. Радхи. Радхи. Радха. Радхи. Радха. Радха из- зашnel в рот. И разум Verfpackin — это идея. И если Кришна видит Радхи, хочется ошел буде все семи. То есть, Chelсо окружается в,-ismo. Лоишå о� Ahi А converge, и paran'll увидев его. Радхи. То есть,ılarга общественность. Так как они оба испытывают наивысшее чувство любви, когда Радхика смотрит на Кришну, когда она видит Его завивающиеся волосы, Его глаза, когда она смотрит на Него, она забывает обо всём. То есть она погружается полностью в это состояние любви, в этот экстаз. И в то же время, когда Кришна смотрит на Радху, Он тоже видит её, видит её разные части тела, и Он настолько чувствует такое сильное чувство любви, что Он как бы теряет сознание, Он забывает о себе, Он забывает, кто Он такой. То есть Он настолько погружён в чувство любви. И Кришна креет всё, но что Он потеряет — только любовь, pure любовь. Он только search for pure love. Что Он потеряет — это любовь. that only we see in Rath. И он, когда он видит Радху, он понимает, что единственное, чего ему не хватает — это любовь. Это настоящая, чистая любовь. И эту любовь он видит именно в Радхе. И когда он видит Радху, он понимает, что да, ему нужна именно эта любовь. Он не хочет это любовь. И когда он видит Радху, он становится приятным, он становится очень уверенною. Он теряет свою любовь. Все, что исходит от Радхи, ее слова, ее запах, да, вообще все, он видит чистоту этой любви, ему нужна эта любовь, и он видит эту чистоту, и он, все, он теряет сознание, он забывает обо всем, он настолько погружен во все это, и от чего он, на что он реагирует, на все реагирует, то есть абсолютно любые проявления ее, какие-то действия, запахи, ну, все, любое проявление Радхи, все. Как мы можем понять любовь без чувств, как мы можем понять? Сначала нам нужны чувства, да, мы сами должны почувствовать это, должна быть любовь, и когда у нас будут чувства, тогда мы поймем, что и другие чувствуют. Махабхава – это наивысшее чувство любви, а бхава – это начало, то есть начальное проявление любви. Вы это понимаете? Да. То есть чувствовать, что значит чувствовать, это значит стать радхадаси, да, принять прибежище у Радхи, развивать чувства, увеличивать чувства. Потому что духовная жизнь – это и есть все чувства, и нам нужно именно развивать эти чувства, иначе как мы почувствуем, не поймем. Есть много гопи в Махарасе. Есть много гопи в Махарасе. Все гопи в Махарасе танцуют с Крисной, но что он не потеряет? Почему он не потеряет ничего? Он не потеряет больше чувства, который потеряет радха, потому что гопи в Махарасе есть ощущение, но не как Радхи. Вот когда он танцует со всеми гопи, да, очень много гопи он танцует, но что ему не хватает? Чего ему не хватает? Ему не хватает вот этого наивысшего чувства любви, да, чистейшего. И чего ему не хватает? Радхи. Радхи, потому что у Радхи есть вот эта вот наивысшая степень любви. И он понимает, что он не может до конца осознать, какая, какова это любовь, да, Радхи? И как она любит его. И он хочет это познать. И он появляется в теле Махапрабу для того, чтобы пережить все эти чувства, чтобы понять до конца, как это, как это вообще чувствовать, эту любовь. Сейчас покажешь что-то? Кришна сказал, что я студент, я ученик, а Радхика, она мой гуру, она мой учитель. Кришна сказал, что я attract whole universe, с Камага, но Вы attract with Your Кама, который мне, Кришна. Кришна сказал, что я attractió мне. Кришна говорит, что я в своей Камагайтре привлекаю всех вокруг, но Радхика привлекает меня, потому что у нее есть наивысшая любовь. И как бы я не привлекал всех вокруг, именно она привлекает меня своей чистотой, своей силой любви. Правильно? Радхика говорит, что я могу объяснить других, что я забываю? this Krishna. Any way to forget, Radhika said to go, please, oh, my friend, can you advise me? I can forget this thinking of Krishna. There is a way for that, that I cannot think for him. I try to forget him, but I cannot do. Radhika talks with Gopi. She says, how do I forget Krishna? What do I do? What do I do? What do I do? What do I do? I can't forget him, I can't stop him, I can't stop him, I can't stop him, I can't stop him. But tell me, how do I forget Krishna? What do I do, to stop him? I just can't stop him. So if you love Krishna, also you have to follow to love this highest love and highest feeling. You have to follow this to understand Krishna. And to understand Krishna and to understand this highest love, you need to follow this, to follow along the steps, to develop these feelings, to understand and love and Krishna. Why Prabhupada say, go Vrindavan, go Vrindavan. When you will go Vrindavan, you will live in Vrindavan. You will realize it. This land will give you realization. What you are doing, what you are doing in Russia, come. Feel and release it in Vrindavan. We are getting ready. She is living for a long time in Vrindavan. She is living. How many years you are? Vrindavan. How many years you are living in Vrindavan? 15 years you are living in Vrindavan. But you are asking me. 15? 15? Yes, she is talking with Ratha. She is so shy, you see. Radha Dasi. Radha Dasi, you cannot assess. Only by behavior you can understand. Sadness will come. Service mood will come. Humbleness will come. See that? See her? She is your sister. That she has to see Mike. Excuse me. I am glad you are. I am glad you are. She is living in Vrindavan. She is something that someone who is living here is going. And she came for you in Vrindavan. Я сейчас переведу, что сказал Садху Махараш и вы, да, потому что Садху Махараш сказал, что надо обязательно приехать в Авриндаву на эту землю, побыть на этой земле. Вы всё поймёте, что вы там сидите в России, едьте, давайте в Авриндаву. Я говорю, да мы собираемся уже ехать. Он говорит, вот пусть скажет. И там преданная одна, вот она стесняется, говорит, очень скроет. Прабхупат написал, это не мои слова, ну что в Авриндаву надо приехать. Так мы согласны. Мы согласны приехать в Авриндаву, мы хотим приехать в Авриндаву. Я думаю, что все хотят, не только русские, другие хотят. У меня обратная связь. Могу ли я уточнить? Да, уточните. Как я понял из милостивого объяснения Гуруджи, что откроется эта тайна, та тайна, о которой я спрашивал, когда я пойму настроение свамини, когда это чувство, мое чувство любви к ней, мое однонаправленное чувство любви к ней откроет сокровищницу её сердца. И тогда я пойму вот это спонтанное, возможно, спонтанное движение её глаз, её чувства. Так что, он хочет сказать, что здесь, как я понимаю, я нужно понимать, что я нужно понимать mood о Радхаре, её один-поинтенность, её чувства, её attitude, и тогда, когда я понимать mood о Радхаре, тогда я буду понимать другие вопросы. Вот 15 лет преданная прожила во Вриндаване, 15 лет, и она поняла настроение Радхи, это скромность и, как сказать, смирение, скромность, это чувство качества Радхи. Она знает и русский, и хинди. Она знает и русский, и хинди. Она не знает английский. Да, 15 лет, 15 лет во Вриндаване, она хинди уже знает, английский не знает. Очень хорошо. 15 лет. Русские. Русские, они они очень специалисты. Исиуру, россия, естьиindustrie. Оперии, ориентиры, 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 ориентирых, ориентиры. Потому что они верят, что все необходима — это любовь. Они приезжают больше и больше, чем другие национальности даже. То есть русские очень тянутся к духовному, к этим вещам. Спасибо большое. У вас есть книга Прабхупата? Слушайте, Прабхупата. Итак, мы читаем Четатанья Тхариттамрита. Адилила, chapter number 4. У вас есть книга? Вы можете открыть и посмотреть. Это Прабхупата. Четатанья Четатанья Тхариттамрита Адилила, 4 глава. Так, нужно взять Адилилу Четатанья Четатанья Тхариттамрита, 4 главу. Вы можете сейчас открыть и почитать? Адилилу Четатанья Тхариттамрита, 4 глава, 4 глава. Адилила Четатанья Тхариттамрита, 4 глава, 4 глава. Прямо самое начало главы четвёртой, там есть как обобщение, о чём это глава. Прабхупат говорит такое обобщение, краткое содержание главы. То самое начало главы четвёртой отделило читание Чиритамриты. Здесь указываются три сокровенные причины явления Господа Читания Махапрабху в этом мире. Да, не общеизвестные причины, а сокровенные причины. Интересно? Интересно? В этой главе Шри Читания Чиритамриты Кришнадаса Кавираджа Госвами автор называет три сокровенные причины. явления Господа Читани в этом мире. Первая причина была желание Господа Кришны оказаться на месте Шримати Радхарани. Которая преисполнена высшей Божественной Любви к Нему. Господь Кришна – это океан трансцендентных любовных отношений со Шримати Радхарани. Субъектом этих отношений является сам Господь и Любовь. Видите, я это объяснял. Субъектом этих отношений является сам Господь, а Радхарани – их объект. Субъект – Кришна, объект – Радхика. Субъект – Кришна, объект – Радхика. Кришна, объект – Радхарани – Радхарани – объект. А, военные, когда мы говорим, любовь – это никуда. Бог – это объект. Теперь, Бог – это объект, и любовь – это объект. Вот читание, да, то есть Бог — это субъект отношений, а любовь — это объект, да. Если раньше любовь была субъектом, а объектом был Бог, то здесь читание — субъектом является Бог, а объектом является сама любовь в Радхарани. И чтобы понять читание, вам нужно очень чётко это понимать, да, кто объект, кто субъект здесь. Это слово Прабхупады, да, это не я сказал, Садху Бахарач, это слово Прабхупады, то есть прочитайте, чтобы вам было понятно. Таким образом, субъект Господь пожелал насладиться любовной расой, заняв положение объекта Радхарани. Второй причиной прихода Господа в образе Шри Чайтани было его желание постичь ту божественную сладость, которой он сам преисполнен. Господь Кришна неотразим и исполнен сладости. И поскольку Радхарани тоньше всех ощущает его привлекательность и сладость, он, чтобы познать её чувства и ощутить собственную трансцендентную сладость, проникся умонастроением Шримати Радхарани. Третьей причиной явления Кришны в образе Шри Чайтани было его желание познать блаженство, которым наслаждается Радхарани. Третьей причиной явления Кришны в образе Шри Чайтани было его желание познать блаженство, которым наслаждается Радхарани. То есть Гуру делает, да, и за ним следует ученик. И без принятия прибежища у Радхи, как мы можем понять Кришну? Что-то там ищет. Так же написано, что глупый ребенок может понять Прадженда-Нантан. Потому что если вы не глупый и не пребываете в таком детском озорном настроении, то вы не сможете до конца понять Прадженда-Нантану. Потому что тогда эго уже, значит, вас настолько захватило, что оно у вас уже танцует на голове, и вы уже не способны даже прийти в это состояние творства и глупости. Продолжение следует... ... 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 И поэтому у меня вот мои квалификации, ну, то скромности, конечно, что нет ни знаний там, ни каких-то познаний, вот, но у меня есть вот эта глупость, и озорство это, и благодаря этому я, ну, понимаю. Сладкое безумие. It's a sweet madness. Without understanding, I say, you eat sandwich, 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 and then getting bread. Why you put upside bread? Because the cheese will fall down, because the cheese will fall down, if you don't put bread underneath, you mean? I put a very big philadelphia, so I have to keep it bread above, because the cheese will fall down, if you don't put the cheese. А зачем мы придавливаем хлебом сверху сыр, для того, чтобы сыр не свалился? Да, и вот этот хлеб, и этот хлеб, и этот хлеб, это и есть настроение радхики. А филадельфия – это Кришна. А филадельфия – это Кришна. То есть такой вот сэндвич филадельфия получается. То есть такой вот сэндвич филадельфия получается. То есть хлеб – это радхика, внутри сыр филадельфия, и она вот идет своим настроением окутывает Кришну. То есть ты помнишься, и ты помнишь. Теперь вы запомните? Сэндвич филадельфия. Очень фотография, очень вивидная, очень вивидная description. Запомните теперь? Да. Да. А что ли? Бренд с сыром, не? Бренд с сыром, «Колдентост». Это название сыром. «Колдентост». Бренд с сыром — «Колдентост». Это как ты называешь сыром? Тос. А, «Тос». Тосты там есть даже. Называется «Колдентост». Называется «Золотый тост». Хлеб так называть, а золотые тосты, ну, как Радхаранина. Кришна, он ворует масло, вы слышали об этом? Нет. Но, что я скажу, это тоже произносит. Милк, если вы возьмете, вы возьмете, маленький милк. 10 кг милк, маленький милк. 5 кг, 1 кг. И вы возьмете, вы возьмете, вы возьмете милк. Если вы возьмете 10 кг милка, вы возьмете маленький милк. Как появляется масло? То есть мы берем молоко, из молока появляется масло. То есть мы взбиваем молоко и появляется масло. То есть из килограмма молока появляется немножко масла. То есть мы все знаем этот процесс появления масла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, это вы так хотите, да, это масло есть? Нет, а Кришна говорит, нет, 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 масло — это мне, это для меня вся эта любовь. Я это себе всё заберу, да, потому что я наслаждаюсь этой любой. И Он позабирает масло, да? Это и есть Кришна Мы должны прийти к Вриндавану, я понимаю Это мастер Они в Вриндаван Она спросила, что служение я начну В Вриндаван Она прийти к Вриндавану И потом Делайте какие-то служения Я могу выполнять Что мне делать Видите, вот это и есть земля в Вриндаван Просто появиться там А я говорю, что мы хотим приехать в Вриндаван Мы же хотим Хотим, хотим, конечно Все русские хотят приехать в Вриндаван Почему? А почему появляется вот это настроение служения? Когда у вас уходит аппарат Да, вот эти какие-то Ну, не знаю Нехорошее оскорбление Еще что-то Тогда появляется према И когда появляется према Тогда появляется желание служить Уже хочется служить тогда Это настроение служения, да? Когда у вас такое чувство Что я хочу Я хочу что-то делать Это и есть настроение служения Которое появляется от любви Я не хочу работать Я имею большеava Я имею большее Я Editorial Я хочу Я хочу Благодаря Према Кресна Срина Прекрасно Это Я Радарад Прис Что Бог Есть у вас деньги, да, приехать. Я только на это всё говорю, да, есть у вас деньги приехать, нет у вас денег, да, это неважно, потому что если у вас есть эта любовь, желание служить, желание приехать, то тогда Кришна всё устроит, деньги придут. Вообще, почему вы волнуетесь за леники, думаете они? Всё будет. Надо только молиться, искренне хотеть, желать. И Кришна ведь всё может устроить по вашему желанию, если вы искренне хотите, у вас всё появится, все возможности появятся сразу. Теперь понятно, есть у вас ещё какие-то вопросы или нет? Будем мы читать или ещё дальше? Вопросы по стиху, поэтому, но я думаю, что может быть всё-таки прикоснуться к самому телу стиха, потому что мы только прочитали, точнее, к телу комментария, мы прочитали перевод, можно погрузиться дальше. А мой вопрос, он растворился, второй вопрос, он растворился в милости, в милости, Городжи, потому что спрашивать о 16 настроениях лица свамини, видимо, в этом случае неуместно. нужно приехать погрузиться и открыть эту сокровищницу изнутри, открыть эти тайны, откроются изнутри, не информативно, я так понимаю, это всё не информативно, не через гиан, не через знания, а через отношения, через чувства, через вот это вот чувство служения, острое чувство необходимости служить. Развища, мы may read the commentary, I was thinking about asking about 16 types of Radharanih expression of the faith, but now I think that maybe I should come first to Vrindavan and immerse into this mood and maybe I will understand it not by information or discussion or reading but by just touching this land, Риндаван land and feeling it and I will have this realization right on the spot so that's why he suggests just to continue reading a commentary that we started You've been here, it's brilliant For your Russian friends It's not just about the material eyes, which are there in our material body but to try to develop the духов and to see what he is in the real world not the buildings, which are, maybe, you can see but to see the mishas the mishas your god you must follow absolutely all the things that you have not to think about your mind but to be able to get into the heart погружаться и служить, 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 именно видеть как бы вот, но это только по милости Гуру, только по милости Гуру Део, по имясти, по милости Садху, по милости Си-Гасвами, Си-Гасвами, то есть нужно обязательно стрелять опыту байшнава-пачарьи и именно избегать оскорблениями, это очень важно. Наше сердце должно быть чистым, когда приема войдет в сердце. Спасибо. Иди сюда не для того, чтобы увидеть, именно должно быть настроение служения, настроение служения бескорыстное, то есть, корысти не должно быть в сердце, не должно быть желания показать, понимаете, показать себя, да, а именно вот как дети, чистые, наивные дети, именно как дети, потому что мы и есть дети. Спасибо. Сейчас я переведу, а вы еще продолжите, я кусочек переведу, чтобы другие поняли, потому что всем интересно послушать. So, I will translate that here. So, when you come to Vrindavan, so when you, so you should come to Vrindavan, and when you come to Vrindavan, you should see Vrindavan with, not with your material eyes, don't pay attention to these maybe buildings or some objects or something material, you know, you know, just try to feel this spiritual Vindavan and don't pay attention to what you see with your eyes you should feel it and also you should have this service mood that is, you know, this mood when you're like a child so you laugh and you do something without any some hidden secrets, like hidden you know, like to show it like I do it because look, I'm doing it so without this kind of, you know showing off, right so that's humbleness and honesty and sincerity just like children they are open and simple and loving and if you have this very pure kind of service mood and when you look at Vindavan from inside spiritual Vindavan and also you should go away from all this like insults you know, like insults of others not to do anything bad to any other people it's also very important to stay in Vindavan and to progress and then when you clean yourself when when you get away from this anathas as we say then Brahma will come to your heart because you need a pure heart just like Sadhu Muharaj said so it should be purity in your heart that only then Brahma can come in and you can feel and then you can see Vindavan spiritually and you can feel the love and realizations and everything very good advices thank you спасибо большое за советы благодарю вас thank you yeah very important I really told she added she added that everything coming by mercy of Guru Dev only да yes yes also by mercy of Guru Dev she said that mercy of Guru Dev is also very important sorry so much information so mercy of Guru Dev is very important so when you do all these things you should take shelter of Guru Dev and he will direct you and because of his mercy you will also have this purity and progress in Bhakti yeah it should be all together so many things you know you also say something you also say something you also pray something you say when you say come here Матя же поделилась своим опытом жизни в Бриндауне, а тем я должна поделиться. Да, можно задать вопрос, если хотите. У меня вопросов нет, я не читала заранее текст, поэтому я не знаю, что сказать. Но моё мнение, что здесь это больше игра ума, если мы пытаемся вычислить, в каком порядке Радхарани смотрит Кришна. Ещё там что-то, это такие детали, которые, наверное, важны в духовном мире для того, чтобы смаковать расы. А более важно научиться Ордхаране, её бесконечное желание служить. Это самое важное, что нужно в Бриндауне не очень обольщаться, что здесь всё чисто. То есть какие-то вопросы не так важны, кто как делает, больше развивать настроение служения вы имеете в виду, да? Именно это я имею в виду, да. Развивать своё настроение служения, и, кроме того, мой ум занимает такая тему, как хранить селитхамы. И любое место, оно держится на святых, которые проживают в этом месте, и они своим служением создают атмосферу, в которой сохраняется вот эта шута сатва, и это место становится опорным для тех, кто приходит сюда и позволяет подчеркнуть здесь опыт служения Кришны. И такие люди, они всегда были, всегда есть. И если мы собираемся со своей стороны ехать сюда, нужно прийти вот именно с этим настроением, чтобы не просто что-то там забрать. Собрать, да, это хорошо, так или иначе пропитаешься, но заранее настройтесь на то, чтобы здесь служить и больше знать об этих местах. Потому что чем больше мы знаем об этом месте, тем легче проникнуться желанием это место сохранить и силу его увеличить. То есть прийти туда и служить. Здесь всегда море служения, море просто. Даже просто рассказывать другим о том, что здесь есть, можно служить. Давайте, давайте, я переведу кусочек. А вы еще скажете, потому что много иначе. So, also, another suggestion that we can think about how she looks and how many spots we see there and how many moods and other things. It's kind of knowledge. But also, I would say that it's better to concentrate on mood of service and develop this mood of service that Radharani has and feel it from within, from inside. So, feel it from the heart. And when you come to Rindavan, you will have an ocean of service. So, don't worry. You will find what to do there. So, so many things are there to do that you can, any type of service, you can even tell others about the places or show other places. And also, what's important, what she said, is that it's important that there is a person like Sadhu, somebody who is holding, like managing Dhamma or Ashram, right? So, that's the same person that is keeping this place alive by his Shakti, by his energy. And that's very important to take shelter of that person. And not simply just to come to Rindavan to get something, like we say, oh, just purify yourself, come and everything. But it's important to come to this particular place, to this ashram, to this sadhu, and to have the mood of service, to do this service. So, just you should come to Rindavan to serve. And by doing things, by serving to others, you will develop these feelings and develop, like Sarkha Maharaj says, right? And by doing all this together, you will have very good realizations and progress. Very good. Thank you. Thank you. У меня тогда вопросы, связанные вот с этим сослужением в Rindavan. Может ли быть то служение, которое я сейчас исполняю, это служение, это проповедь широкая, я бы сказал даже широчайшая проповедь, посредством чувств, посредством пхав, этот театр. Может ли она быть, может ли это быть моим служением в Rindavan? Да, к кому вопрос? У кого появится ответ? Давайте я переведу вопрос сначала, да? Сейчас я переведу вопрос, а вы пока решите, кто ты. Звое дело. А speaking about sevi и служение, у меня вопрос. Я doing, ради теперь, I'm doing служение в хриотерах. So, Damodar Prabhu He is doing Some different plays And that's, it's like a big You know, like So, he collects audience And through the plays, right So, through the plays he shows leelas And this is the way how he Speaks about Radharani And Krishna How he tells others about them So, what about this service Can this be considered right now That this is service to Vrindavan 100% But association I introduce Pranesha Because to him That they are all group of the devotees He has to be with the association With the devotees That association Is most important In our life Да, да На 100% Конечно, это является Служением Vrindavan Но ещё нужно принимать во внимание Ваше общение Вот это association Да, это общение С кем вы Соединяетесь Ну, если буквально переводить То есть, потому что У преданных тоже Очень много разных Может быть И очень важно То есть, самое главное Чтобы вы были В этом настроении И тоже общались Преданными Оставались Правильно в русле Вы, знаете, here Many places Раз-лила Happening And this is also Like a show But the Teaching Very divine Thing Behind us You cannot show Раз-лила There Radha-Krishna-лила But everything Is Radha-Krishna-лила Is a Is a Rasa-Darsan Is a Rasa Seven Мало Абдараса Is a Is a Audience Actor And Director You are a Director You need Actor Translate When Например Когда вы Показываете Rasa-Lilu Вот если Идёт Представление Rasa-Lilu Ведь там Там танцуют Да, с Гопи Но вы же Не можете Всё, например Показать Например, какие-то Сокровенные вещи С Radha-Krishna Может быть И нельзя Всё это Показать Но в то же время Это всё Даршин Раса-Даршин Всё равно Это всё Потому что Всё, что Показывается В Rasa-Lilu Это всё Кришна И Radha Вместе Вот. И это тоже является правильным настроением, то есть Раса Даршина. То есть есть этот, как, драматур, который сочиняет, да, есть директор, который руководит, есть актеры, которые играют, изображают. И писатель, он когда достигает успеха, когда директор правильно все организует и актеры показывают правильно, изображают то, что он написал. И директор достигает успеха тогда, когда актеры делают прекрасное выступление. Как понять, что это было успешно только по реакции зрителей? Как люди привлеклись этим, да, вот этим представлением? Как им понравилось? Рада и Кришна, они актеры. Рада и Кришна, они актеры. Все, все, все представление, это все в мире. Любовь и Бог, это и есть игра во всем мире. Да. Любовь и Бог, который двигается. То есть, где-то мы видим как Бога, где-то мы видим любовь, но на самом деле Бог же он заследует все равно за любовью. Правильно или нет? Всегда. 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 Always. So, love balance, even the atheist to be here, come with love and show to the God. This is the past time is happening of Radha and Krishna. Every place what is happening, they are the hero and heroine. Понимаете, все, что в жизни происходит, это игра, это все происходит сейчас. Это игра Кришны и Радхи, это любовь, да, Бог, это все, что вокруг нас. Мы должны понимать, что лилы-то они происходят. Это все лилы, Кришна и Радхи. 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 Он как бы для себя принимает решение, кем он хочет быть, за кем он хочет следовать, за героем или за героиней, да, кем он хочет быть, кем ему нравится быть Кому-то нравится герой, кому-то героиня Кому-то учится с герой, в том IRU, в즈95, я聽ся до «Герой». Я обещаю на «Герой». Как him является герой. Так что, он хочет, он произ现God я богу. Которую о герой с degradation производства Anya, Альctors Бханова. Субтитры создавал DimaTorzok От зрителя зависит этот успех. То есть всё, как он играет, вот эти священные писания, всё, что мы читаем, пишем, мы воспринимаем. То есть зрители, и от зрителя зависит, если зритель это понимает, если зритель это принимает, чувствует. И проникает с этим настроением, говорит, «О, да, вот я хочу быть таким» или ещё что-то. Тогда идёт вот этот взаимообмен, и тогда актёр достигает этого успеха. То есть Кришна – он наилучший актёр. Реакция. Как приходит известность? Писатель становится известным, директор, ну, режиссёр фильма, да, там, становится известным, актёры становятся известным. Почему? Потому что зрителю нравится, да, то есть зритель говорит, «О, да, мне нравится, я хочу ещё, ещё, хочу ещё посмотреть». Начинается вот эта популярность, людям это нравится, и они ещё больше смотрят это произведение. И таким образом приходит известность. BEC omdat… этого случатся, Один — на этой стороне, один — на этой стороне. Да, герои — на этой стороне. Таким образом определяется настроение, и это становится успех, известность. То есть люди смотрят, они проникают внутрь, и они хотят быть как героиня или как герой. Вот, пожалуйста, выбор расы, настроения. И поэтому Махапрабху говорит, те, кто следует за героиней Радхикой, они становятся манджри. А те, которые выбирают героя и следуют за Кришней, они становятся сакха, то есть друзьями-пастушками только. Я говорю так. Он может работать для него, он может работать для всех живых животных. Это Махапрабху подарил для нас. Махапрабху подарил для нас. Манджри Бхава — это подарок Махапрабху. Он подарил нам Манджри Бхава, да? То есть вот это настроение Манджри Бхава, чтобы мы могли следовать этому. Манджри Бхава — это только зрители. Махапрабху. Это не является – сакхи, а сакхи, сакхи, сакхи. Сакхи, сакхи, сакхи. Наблюдатели, да? Ведь Манджари, они же ничего не делают в этих лилах, они, ну, они как бы наблюдают за лилами Кришны и Радхи, то есть они являются наблюдателями, зрителями, а писатель, писатель, он пишет вот это вот, ну, события, действия какие-то. То есть Махапрабху написал про Манджари Бхаву, а другие написали про Сакхья Бхаву, да, то есть разные настроения, но нужно выбрать как бы это настроение, исследовать ему, тогда вы начнете это чувство тоже. Что-то хотят сказать, давайте, рассказывайте. У меня сразу возник вопрос по ходу рассказа Махараджи, а также это получается, я слышала две версии, что мы сами выбираем расу, то есть какой рай? Манджари — это очень близкие такие к играм и проходят в места, где нет доступа уже никому, никто уже больше не может наблюдать, а Сакхи, они же не везде проходят, они, то есть сокровенные игры Радхи Кришни, Сакха не будет участвовать в сокровенной игре. Вот, а сейчас я, ну, слушай, Махараджи пришла, то это мы выбираем сначала, куда мы, как бы, попадаем. Это первая версия, а вторая версия, что Парампра, она даёт руку, в какой форме мы будем служить, то есть эта рука уже предопределена. И хотел бы прояснить этот вопрос. Вопрос стоит в том, выбираю я или всё-таки всё же предопределено моим положением Парампра? Это вопрос к Садху Махараджу, да, получается? Садху Махараджу. Ага, хорошо. So, after listening to what Садху Махараджу said, that we are Mangerik Hava, that we have Mangerik Hava, we are just witnessing, and some have Sakkha Hava, right? So, they cannot enter private Lilas of Krishna Rada, because it's only Mangerik Hava, да, right? This mood. But my question... I have the cow. What guy is service? Служение разное бывает. But she has a question to you, Садху Махараджу. She has a question after listening, I translated, and she listened, and she has a question to you now, that we know that we come to Guru Парампра, and Guru Парампра gives this mood, like Mangerik Hava, right? But the question is this, is it like, like we choose this mood, and we become, we accept Mangerik Hava, or this already is pre-decided somewhere, I don't know, in the spiritual world, and we come after that, we come after we decide it? When I have a greed, I like something, mercy comes to me, when I... So, it's not pre-decided, before we decide? Decided. 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 This is decided, they are, they decide, they have to accept, right? Krishna has to accept, or Radha has to accept, till they know accept, we only can greed, develop only greed for them. They are the boss. The boss has to accept, then we got the job in the company. But, but, but first we choose this mood, right? So, we, we choose, we, we... In the home, I like to serve in the office, I like to do this, I like to work in the computer, I, I select first thing, then I go. I decide to serve, then he gives idea what to serve. Ah, I see, I see. То есть, ответ, да, сейчас я перевожу, как это, либо мы выбираем это настроение, либо как-то предопределено. То есть, вот Садха Махарача объясняет, что это зависит от нашего, вот нашей, как мы говорим, естества нашего, нашей природы. Если, например, вам нравится офисная работа, да, вам нравится быть в офисе, там сидеть за компьютером и всё, и мы приходим к Богу, то, соответственно, вот эта наша натура, да, наше естество, оно нас приводит в это настроение. И получается, то есть одно настроение. Если мы, если нам нравится служить, заниматься чем-то другим, то мы уже привлекаемся другим настроением. То есть, первоначально, изначально это наша природная склонность, да, то, что нам нравится. И потом уже Бог, Он видит, да, когда мы, ну, следуем там Богу, интересуемся всеми этими вещами, тогда Он уже приводит нас, вот это, вот Гуру Парампару, соответствующим настроением. И тогда мы уже начинаем молиться Кришне, Крадхе, просить прибежище, и тогда уже с их стороны мы ждём ответ, чтобы они нас приняли, приняли наше служение. То есть, ответ в том, что всё-таки мы изначально выбираем. То есть, в нас уже есть это, эта тайна в нас уже есть, и она, проявляясь, выражается в нашем желании. То есть, одновременно, получается, есть выбор и нет выбора. То есть, нет выбора, потому что эта природа в нас уже проявлена изначально, а наш выбор выражается в её раскрытии. Так я понимаю? То есть, осознание своей природы, да? Он носит, да? Это, это значит, что на другой плане мы у нас есть выбор защиты, плюс вам выбора 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 выдpractа у чем-то, О else же, оно зависит от поширения и не выбора 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 соблюд the mood right so it's like you choosing not to choose you not to come in here this is your mood right? If you choose, you will arrange for that. They are here. You've been there and they come, I don't know when to come. So they choose and they come. Yes, it's your choice, because it's your choice, you know, it's your choice. If you want, you will come, you will come. That's what the Russian people don't want to come. He says, if you want, you will come, you will come. Of course, the UK ride. If you want. Exactly. I'll go to my home. Go to my home. I would like to have a drink with my drink. Yeah, I do. I'd like to go with a drink with a drink with a drink. I've been here. I've been here with a drink with a drink. Yes, with a drink with a drink. That's right. Да, собираемся в Европу. Жажда должна быть и сильное желание. Он говорит, что желание должно быть. У кого есть желание, те приезжают. А если не приезжаете, значит нет желания. Страстное желание должно быть. И все будет, и не будет, возможности там все. Вот в этой матадже у нее безумное желание служить. И появилось такое желание, и ей надо было просто понять, с чего начать и все. Продолжение следует... Это пурит и в среду, который нужно служить, как служить. Где нужно служить? Нужно служить? Нужно служить? Я имею в виду в Мире, в Мире, что мне нужно служить. Я имею в виду, но с ней я не знаю. Но я не знаю. Да, я понимаю, так, что мне очень желательно служить? Да, служить, да . Да, для меня служить, да, я буду делать что-то. Жить ненужное служение в жизни, чем служить. Вот, в общем, получается, что вот эта проповедь, это желание проповеди, это проявление Кришны, а желание служения — это проявление Радхи, это проявление Любви. И Садхва Макараш раз, наверное, 20 повторил одно и то же. Нужна вот эта жажда, желание служить. Понимаете, желание служить, когда будет вот это желание служить, оно приведёт вас туда, и вот как эта Матаджи, она приехала, и она говорит, что мне делать, что мне делать? Желание служить, когда ты любишь, когда есть вот это желание у тебя, то там уже неважно, ты хочешь служить, понимаете, вот это жажда должна быть. Это и есть Радхарани. Вот, настроение Радхарани — это служить. Земля Вриндавана научит. Земля Вриндавана научит, потому что это земля Радхики, это не земля Кришны. Имеется в виду, что приехав во Вриндаван, вас сама Земля научит. Нарайан Махарадж говорил, что всегда, во-первых, в основном, самое главное — это жажда, вот это страстное желание должно быть. А потом второе, что важно, это ваши предыдущие самскары, и когда всё это складывается, тогда и появляется чистое сейво желание служить. Оно не приходит без предыдущих самскар, вот это желание служить. Правильно я говорю? Да. Спасибо.